Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор линк от компании Тикмилы. С вами я, Артур Изятули. Дональд Трамп напомнил во вторник, что Китай может столкнуться с тарифами на весь экспорт США, если попытается мстить за предыдущие раунды тарифов. Вербальное сдерживание становится все более эффективным, когда проблемы, как видно, в китайской экономике уже явные, и сохранять невозмутимость власти могут только перед убежденными коммунистами. Общаясь с репортерами в авуальном кабинете, Трамп заявил, что Китай пока не готов садиться за стол переговоров. По словам президента, администрации пришлось несколько раз отменять встречи с китайской делегацией, потому что переговорочкам было нечего предложить. Однако очевидно, что китайское правительство будет придерживаться стратегии пассивного сопротивления до ноября, когда в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Китай делает ставку, естественно, на усиление власти демократов, которые смогут, имеют возможность саботировать некоторые из планов Трампа, в частности, введение тарифов на весь китайский экспорт США и инициировать демонтаж торговых барьеров. Исходя даже из этих грубых рассуждений, можно предположить, что китайские активы продолжат падать в цене на признаках охваждения экономической активности, если, конечно, экономические данные не совершат неожиданный разворот. Китайский экспорт, как ожидается, продолжит сбавлять темпы роста в сентябре из-за сокращения заказов на продукцию, так как импульс предтарифных отгрузок уже исчерпал себя. И сейчас китайским производителям приходится свыкаться с новыми суровыми условиями. Что касается импортных данных, то есть данных по импорту, то здесь также не ожидается ничего радужного. Данные на эти недели, как предполагается, также покажут замедление, хотя вот ставка правительства на внутреннее потребление, вероятно, удержит эту сторону торгового баланса от еще больших потерь, от еще большего снижения, чем наблюдается в экспорте. Сейчас, согласно консенсус прогноза, темпы роста экспорта в сентябре замедлится до 8,9% с 9,8% в августе. Это значение в годовом выражении. А темпы роста импорта также, вероятно, пойдут на убыли, составят 15% в сентябре против 19,9% в августе. Торговый баланс Китая, как ожидается, сократится до 19,4 млрд в сентябре, то есть почти в полтора раза по сравнению с августом. Недавно я рассказывал про показатели Кайксин по частным фирмам. Он у нас показывает активность в производстве и в сфере услуг. Так вот, фирмы без государственной поддержки столкнулись со снижением спроса и вынужденно перенесли часть давления, часть удара на работников и их зарплаты. С ухудшением индексов активности, вероятно, стоит ожидать нарастания проблем с занятостью, о чем, в принципе, уже предупреждал один из высокопоставленных китайских чиновников на пресс-конференции. Как следствие, трансформация китайской экономики с производством на потребителя может затянуться. Также поступило сообщение от местного правительства Гуанчжоу, это самого крупного региона по ВРП. Оно сообщило, что активность в производственном секторе едва увеличилась в сентябре, по их данным, после сокращения в августе. Сегодня правительство Китая также должно опубликовать денежные макроиндикаторы, в частности, это темпы роста основных денежных агрегатов M0, M1, M2. Показатели новых кредитов и совокупного финансирования, вот этот показатель и вот этот показатель, соответственно, у нас прольют свет на то, как обстоят дела со снижением кредитного рычага в китайской экономике. Это одно сейчас направление китайского правительства, как оно работает сейчас в денежной сфере, как оно пытается сейчас выровнять дела в экономике. Однако уже сейчас понятно, что решение Народного банка Китая в прошедшее воскресенье снизить норму резервирования в банках на 1%, усиливает риск, что актуальные данные, они оставят прогнозы позади и что, естественно, негативно скажется на позициях юаня. Также важно помнить, что на следующей неделе Минфин США у нас публикует отчет, которым исследуется валютная политика торговых партнеров США. Велик риск, что Китай объявит валютным манипулятором и за этим последуют новые санкции в рамках данного документа. Отток капитала из Китая и давление на юань на этом фоне, вероятно, только усилится. Все вышеперечисленное говорит в пользу того, что отток капитала из Китая будет продолжаться. В 2016 году в той же ситуации правительство использовало один из запасных парашютов, это облигации казначейства США на балансе Китая. Масштабные продажи облигаций два года назад, которые происходили вот здесь, именно в разгар оттока капитала из Китая, как раз-таки это был ответ на этот отток. Власти пытались найти деньги, чтобы купировать это бегство капитала, чтобы найти валюту для сдерживания давления на валютном рынке. Сейчас можно ожидать, что этот показатель также перейдет в отрицательную сторону, то есть Китай опять начнет продавать облигации казначейства США, что, естественно, отразится на доходности облигаций и усиливает риск, что их доходность может дальше продолжать расти, то есть выше 3,2%, который мы сейчас наблюдаем. Сейчас, как мы видим, темпы покупки бандов казначейства США сократились практически до нуля. Если вот сейчас один из главных кредиторов США, то есть Китай, начнет продавать облигации, вот этот риск, который я уже обозначил, это рост доходности облигаций, он будет становиться все более реальным. Что касается прогнозов, макроэкономических прогнозов, то МВФ недавно опубликовала прогноз по экономической экспансии Китая на следующий год. И этот прогноз был пересмотрен в сторону понижения по ВВП, а как ожидается, пройдет сокращение с 6,4% до 6,2%. Пока основной сделкой, который я рассматриваю, есть короткие позиции по золоту, как видите, все это время после этого падения до уровня 1182, но не оставляет попыток дальше пробиться вниз, это происходит благодаря значительной положительной корреляции юаня с желтым металлом, которая непонятно пока откуда проистекает, каковы ее причины, но этим нужно пользоваться, и вероятность того, что настроение в китайской экономике быстро изменится, как бы изменится в сторону оптимизма, такая вероятность невелика, а потепление отношений США сейчас находится в более отдаленном горизонте. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.